После любых трех ходов пальцев, любых абсолютно, на доске возникает ситуация, когда каждое, ну все различные продолжения ведут к 9 миллионам различных ситуаций. Это только после третьих. И с каждым ходом этот час ход будет увеличиваться. Естественно, до момента, когда он начинает фигурить, размениваться, уходить в доске. И в определенный момент оно достигает, там, какого-то просто огромного числа. Ну да, автоматическое число даже выше. Здесь 27 степени, ну что-то очень огромное, и оно даже превышает количество атомов, видимо, вселенной. То есть, по сути, это деревянная доска всего 8 на 8, а в чем-то это целая вселенная. Помогайте. Что вы можете сказать? Ну, не про шахматки. Ну, какие-то правила. Может, шла-то знаешь. Ну, я знаю, что маты бывают разные, есть детский мат, многих я больше не знаю. Ну, в принципе, да, начнем с того, что есть ее. Это самое главное, что есть маты. Самое, собственно, основное. Садник, это все-таки король. Да. Правильное название. Более шахматное. Ну, да. Да, это когда короля атаковали, короля напали, и он, ну, некуда ему идти. Тогда объявляется мат, и партия заканчивается. А шах, вот, так сказать. А шах – это когда просто короля там потает, и он может куда-то сбежать. Да. Молодец. Какой он мальчик, а? Мат. И папа работает. Двойной шах. Да. Нет, и двойной адр. Может быть, да. Ну, так мат обычно просто называется. Главное, что есть мат, а двойной, а не двойной, это не значение, да. Да, двойной шах тоже бывает. Ну, это самое главное правило. Шахмат, собственно. От этого не пришлось название шаха. Шах – это король. Мат – это повержен. Король повержен и разы кончат. Здесь король, ферзь, конь, пешки, слоны. И? Конь, ладья. Ладья, да. Правильно. Отлично. Ну что, в колонку продолжим? Продолжим с ферзятой. Вот ферзь фигура в давние времена была такая же, как король. То есть она была как дама, как королева, нежная, хрупкая создание. Она тоже ходила. Ходила тоже в одной клеточке. Ну, сейчас времена модернизировались, и к королеве стало немножко другое отношение. Это уже более грациозное, целеустремленное создание. Оно может ходить как угодно. То есть это фигура, которая ходит практически как все. Она свободна. Да, она свободна, правильно. Практически. Она ходит и пленными линиями. Все же. И диагональ. Да, правильно. Пожалуй, самая сильная. Это фигура, конечно. Ну, хорошо, если вы хотите. Тогда мы перейдем к объективной, к самой скорой. Куре. Да. Да. Если кто-то из вас знает. Я знаю. Можете подойти и делать флаг тканек. Он мой тканек. Да, может быть. Только флаг тканек. Да. Только флаг тканек. А у тебя уже было флаг тканек? Да. На флаг тканек. Да. Так надо предупредить. А где занимались? Ну, в Софии. Ну, вот. Мы занимались как раз-таки. Единственная секция Кургаси немножечко. Я бы хотела. Ну, и потом в Софии в любом году он там думал. Прибас обстыше. Это сколько примерно по времени? Ну, вот где-то в Софии. И здесь где-то, ну, здесь недолго. Потому что нам очень понравилось. Ну, не с Тепаном. А Георгий закупался где-нибудь? Нет. Просто дома, да? Нет. Я дома просто закупаюсь на шапку. Я сладенько. А, ну, очень здорово. Что происходит, когда пешка доходит до самой последней флагами? Она становится хернем. Только хернем? Или кем, в общем. Да. Давайте на такой вопрос. С кем она не может стать? Королем. Королем не может стать. Хорошо. Король в игре один. Да, его надо замотать. Существует. А кто хороший? И, в принципе, самый, на мой взгляд, судя по моему, например, роботу преподавания, легкие фигуры для вспоминаний, это слон. Как ходит слон? По диагонали. По диагонали. Если он стоит на белой клетке, то по белой клетке. По белой клетке. По белой клетке. Пересечься никогда не смогут. Если слон стоит на черном, то он всегда будет ходить, а на белой клетке всегда будет ходить. По белой клетке. Как ходит? Только вперед. Вперед, стороны, но не по диагонали. По прямым линиям. Да, правильно. По прямым линиям. По прямым линиям. Это как называются вот эти линии? Помните, как называется? Да, это прямые линии, но они немножко разные. Есть бок, а есть верх. Есть различия словесных? Можете кто-нибудь помнить? Эти линии называются перезонтальными, которые в бок. А. Которые вверх, вертикальными. То есть прямая, вертикальными. Да, так говорят, что ладья ходит по горизонтали, а по вертикали. Да. Она может пойти как до конца, грубо говоря, линии вертикали. Если есть. Может по одной ходить, это уже на ее усмотреть. Угу. Угу. Так. Вот, например, если вот мы говорим про ладью. Вот у нас стоит здесь ладью. Как вы думаете, может она пойти до сюда? Нет, она не может. Она должна съесть и потом уже перейти. Да. Кого лучше съесть? Пешку. У нас должна ссать на ее место. Да. Так как эта пешка тоже белого цвета, значит эта пешка из вашей армии. Да. Из вашей армии. Да. Да. Она обязательно. Но если белая, то лучше ее не кушать, она еще пригодится. Да. Ее можно обойти, если вам срочно туда надо. Можно, чтобы пешка пошла вперед. Или можно даже и пожертвовать. Если очень надо. Да. Но перепрыгнуть ее нельзя. Да. Правильно. А если мы поставим сюда черную пешку? Ну, и он может съесть. Ну, и он может съесть. Конечно. Полагается. Хорошо. По фигурам было чуть выставлено. У нас все все знают. Сейчас давайте тогда я задам, наверное, налогику. Давай. Вот смотрите. Сейчас я расставлю вот здесь позицию. И расставлю его здесь. У нас один не принимает участие. А как тебя зовут? Никита. Никита. Ты с шахматами знаком, нет? Да. А насколько сильно знаком? Совсем чуть-чуть, наверное? Ну, на компьютере играется. А, на компьютере. То есть он тоже знает правила, да? Просто немножко стесняется. Да. А сколько ему лет? 4-45 лет. Ну, точный возраст. Просто тогда, наверное, ему можно сделать немножко другое задание. Он может подойти вперед поближе? Ну, конечно. Потому что Руслан и Георгий у нас постарше и немножко другие. А для Никита есть немножко полегче задание. Сидит, тоже собирает, попробует. Чтобы ему было не так скучно. Шахматное правило. Давай я сяду, потому что его надо обязательно обучнить, а ты наверно не слышал. Король с королем. Они никак не могут с'. То есть это два разных войска, и короли никогда друг с другом не пересекаются. То есть играют в шахматы их войска, а сами предводители, короли, они всегда остаются в основном в далеке друг от друга. То есть таких ходов делать нельзя. Это по правилам шахматы невозможно. Поэтому король-король может поставить мат. Он может помочь самому войску поставить мат, но поставить мат сам он не может. Да. Поехали? Да. Ферзь. Поэтому конь-кос есть нельзя. Он дает шахматы по королю. Он может увеличиться. И ферзь, да. У него поэтому остается только такой вариант. Я понимаю, что я тебе попрызу с короли. А ты с короли убедуешься? А вот так вот. Сейчас я вот так вот скажу. Я вот так ставлю, потом ставлю. А хочется его уже посмотреть. Ты его уже загнал в самую луку. Что я должен делать? Никакие варианты есть. Вот это вот шахматное визитие называется. Вроде визитие, подставляет ферзя, делает правильный ход. Вот правильный. Что теперь можешь сделать? Смотри, ты сначала короля загнал в угол, а теперь ты его еще и запаковал в своих фигурах. Он никуда куда-то может походить. Он никуда куда-то может походить. Он никуда куда-то может походить. Нет, не может. Нет, не может. Теперь что мы можем сделать? Если мы на него нападем, то получается все будет. Мак. Какой позиции? Смотри, лошади, лошади. Хай. Здесь подходят. Да, 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 я уже понял. Теперь к нему возвращаемся. Видишь? Это называется шпёртый ремонт. Мы запуглены. Мы уверены, если тут напеваем. Пешка, я думаю, да. Пешка 8, да? Одну меньше, одну больше. Ловно, что репрезентивно. Ну что нам? Девушка, не стесняйся. Мы стремились? Конечно. Дом тоже, наверное. Это уже рождённая красота шахматиста. Отлично. Отлично. Да, да, очень хорошая. Они там убили, что ли? Мы их предотвращаем. Вот этот момент, смотрите. Можете, извините, пожалуйста. Вот этот момент, вот этот, смотрите, герошек. Это угрозит камера. Понимаешь, его сразу не надо глядывать, убирать. Чтобы ты этот уже знал. Нет. А прошлом ходу он сам защитил. Потому что вперёд, но его никуда тоже поставить не можно. Вот кроль, пешка. Поэтому мы его украшиваем назад, и до него сейчас не доберётся. Потому что до него нет. А до короля доберутся. Семеные. Продолжение следует.